Муравленковцы отпраздновали Масленицу. Народные гуляния прошли на Парковом бульваре. Долгожданную весну встречали всевозможными угощениями, концертной программой и традиционным конкурсом «Блинная фантазия». Праздничный фестиваль, посвященный Масленице, прошел на территории Паркового бульвара. Для детей организовали различные спортивные игры. Перед муравленковцами выступили творческие коллективы города. Чтоб наш шарабай красивый, чтоб наш славный рот, две волосы. Одно из нововведений фестиваля – конкурс по изготовлению чучел. А вот традиционная «Блинная фантазия» проходит в нашем городе не впервые. В этом году свои кулинарные шедевры на суд жюри представили 25 трудовых коллективов. Секрет приготовления блинов у каждой команды свой. Чепотка любви, счастья, заботы о близких и, не знаю, здоровья. Самое лучшее желание нужно делать для того, чтобы блины получились вкусные во время приготовления. Главное, чтобы они были приготовлены с душой. Они, знаете, они все уникальны. Которые сделали с любовью, с душой для наших горожан, для наших деток. «Блинная фантазия» не знает границ. Команды-участники удивляли одна за другой. Жюри пришлось нелегко. И пока судьи подводили итоги, муравленковцы наслаждались праздничной атмосферой. Каждый нашел здесь занятие по душе. Вообще «Масленица» – самый популярный праздник среди жителей города Муравленка. Все очень любят принимать новое участие. Вообще, в принципе, атмосфера праздника, атмосфера прихода весны. Для того, чтобы солнышко уже светило теплее. Но все посутствует тому, чтобы празднику быть, конкурсу быть и хорошему настроению тоже. «Масленица» завершилась подведением итогов конкурса «Блинная фантазия». В этот раз все блины настолько понравились членам жюри, что было принято решение сделать победителями все команды. В этом году 25 участников. Все подготовились очень хорошо. Совершенно фантастические костюмы, очень оригинальные рецепты блинов. Все было просто на высшем уровне. Конечно, основная традиция – это выпечка блинов. Это веселье, это танцы, это интересные костюмы. Ну и, конечно же, традиционное сжигание чучела-масленицы. В этом году можно отметить то, что участники готовились очень долго. Блины они не просто представили, просто положили. Это были какие-то определенные композиции, это творчество, это интересные задумки, определенные элементы, определенные традиции. Это нам необходимо, это нужно, это здорово, что у нас масленица существует. Татьяна Максимова, Сергей Лукович, Новости Муравленко.